В городе Гагарин, Смоленской области, 9 марта отметили день рождения первопроходца космоса. Традиция отмечать день рождения Юрия Гагарина на его малой родине уже 40 лет. Вспомнить первого космонавта планеты приехали как ветераны космоса, так и действующие космонавты российского звездного отряда, гости из Белоруссии и Казахстана. 40 лет уже сюда приезжаем в день рождения, 40 лет, 40 раз. И устраиваем вот такое мероприятие. Нам очень хочется, чтобы люди, которые родились уже давно-давно позже, чтобы они знали об этом человеке. И что интересно, чем не больше мы говорим о нем, чем не больше собираем сведения, каждый раз получается что-то новое и новое. Мы, наверное, дети того возраста, дети Советского Союза, когда каждый мальчишка мечтал быть космонавтом. И, конечно, Гагарин, он всегда был, может быть, это несколько кочувственно сказано, ну, вот икона. Это икона нашего детства, Юрий Алексеевич Гагарин. Комета «Панстарс» уже видна невооруженным глазом. Искать ее следует на западе небосклона, недалеко от Луны, сразу после захода Солнца. Период благоприятной видимости продлится до конца марта. Комета «Панстарс» — редкое гостье, которую земляне могут увидеть только один раз. Второе — ее прохождение рядом с планетой через 100 тысяч лет. Открытая в июне 2011 года комета носит имя обзорного телескопа, который ее и обнаружил. Сам телескоп располагается на вершине вулкана на Гавайях. Видеорепортаж о том, что российские астрономы разглядели в хвостатой странице, в одном из следующих выпусков «Космической среды». В «Звездном городке» завершились тренировки основного и дублирующего экипажа и корабля «Союз ТМА-08М». В основной экипаж вошли космонавты Роскосмоса Павел Виноградов, Александр Мисуркин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Дублеры — космонавты Роскосмоса Олег Котов, Сергей Рязанский и астронавт НАСА Майкл Хопкинс. Предстартовую подготовку экипажи продолжат уже на космодроме Байконур. Старт пилотируемого корабля намечен на последние дни марта. Четыре астероида пролетели вблизи нашей планеты в период с 4 по 10 марта этого года. Диаметр самого большого из астероидов был равен 140 метрам и по размерам сопоставим с небоскребом или даже небольшим городским кварталом. 9 марта он сблизился с Землей, подлетев на минимальное расстояние 950 тысяч километров. Эта дистанция приблизительно в 2,5 раза превышает расстояние от Луны до Земли. Остальные три астероида, которые посетили окрестности нашей планеты и даже успевшие приблизиться к Земле всего на 140 тысяч километров, были значительно меньше и не превышали 10 метров. Для землян они опасности не представляли. В последних числах марта по маршруту Земля МКС отправится корабль «Союз ТМА-08М». Главное отличие предстоящей пилотируемой миссии в том, что впервые новый экипаж долетит до станции всего за 6 часов. О будущей экспедиции экипажа, командиром которой назначен один из самых опытных космонавтов Роскосмоса Павел Виноградов, смотрите на телеканале «Россия-24» в программе «Космонавтика» в эти выходные.